Здесь пять садов осталось, был шестой сад, энергетик, который скупили три года назад. А почему вы не хотите продать сад? Ну мы не хотим продать, почему? Потому что, во-первых, в сравнении с садом энергетик, где 75-80% были садоводы уже в возрасте за 70 лет, и то половина члена садоводческого товарищества, энергетик, не хотела продавать. На них было оказано очень мощное психологическое давление, вплоть до угроз, постоянные звонки, вы все потеряете, ваши сады могут загореть или дома и так далее, и вообще все потеряете. К нам обратились, пришли, и причем в наглой форме, в такой вызывающей наглой форме, Горбунов такой есть, как говорят. И он говорит, так, хотите вы или не хотите, к концу 2015 года 80% садов ваших мы уже скупим. Мы провели собрание, кто желает продать. У нас желающих продать оказалось где-то примерно 10-12 участков собственников из 118. В энергетике там звучали цифры по 400 тысяч за садоводку. Да, да. То есть вот если вашим садоводам, членам вашего товарищества будут предложены адекватные деньги? Ну я еще раз повторяю, мы же знали это все. Вот Валерию Павловичу предложили даже 7 тысяч за его участок, 7 миллионов за его участок. За 8 соток? Да, 7 миллионов за 8 соток, посчитайте. У нас предлагали уже свыше 500. Но еще раз повторяю, у нас 90% садоводов на сегодняшний день не хотят продавать свои сады, а хотят их сохранить. Земельные участки СНТ Энергетик относятся к территории разрешенных зон, реакреационных зон. Рекреационная зона, зона отдыха. Ничего строить нельзя. Вот ответ официальной администрации. Получена она была. Вот вам 7 миллионов предлагали, вы не продали. Не продали. А что за история с пожаром? Вам подожгли дом или что? А, значит было так. В октябре 2014 года уже до меня слухи дошли, что собирается сжечь дом. Последний участок у меня остался. Потому что весной 2014 года уже все продали участки. Из 43-х, 42-х уже продали. А мне сказали, значит, осенью, последний, где предупреждение. Ну я сходил к участковому, попросил защиты, говорю, так и так, хотя дом сжечь. Он посмеялся. А вы возьми, да продай, чтобы не мучиться. Я говорю, я не хочу продавать. И мне зимой подожгли дом. 31 декабря, 23 часа. Ну вечер, это новогодняя ночь. А я после пожара сказал, все равно не продам. Я говорю, вот это все ваше детское шалость. Землю вы не сожжете. Вопрос стоит о том, чтобы добиться, чтобы они этот проект свой сняли с повестки дня. Здесь мы, вплоть до Путина, мы не допустим сюда абсолютно. Как только мы увидим, услышим, сразу суд. Сразу прокуратура. А что вы будете делать? Охрану выставлять? Это уже наши проблемы. Все будем делать. Такую воду, дружину будем создавать. Все будем делать. Мы защищаем свои интересы, свою собственность. Мы на все пойдем. Сады не отдадим? Сады не отдадим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова